Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить суп с крапивой и щавелем. Щавель растет у нас в огороде, а крапива за огородом. Для этого нам понадобится фарш. Фарш у меня говядина-свинина. Пропорция говядина побольше, свинина поменьше. Но это тоже на любителя. Можно взять фарш и куриный, это без разницы. Лук, морковь, картофель, яйцо, ну конечно крапива, щавель. Приступаем к приготовлению. Начинаем готовить фрикадельки для нашего супа. 500 грамм фарша. Добавляем в этот фарш лук, 50 грамм. Мельчим его, режем кубиком как можно мельче. Можно конечно выдавить через пресс, я делаю вот так. Добавила сюда лук, пол чайной ложки соли, 1 четверть чайной ложки черного молотого перца. Одно яйцо. Яйцо помыли, обсушили, добавили. Начинаем перемешивать. Мешаем тщательно, чтобы все ингредиенты перемешались. Я всегда фарш оббиваю немного. Фарш оббиваю для того, чтобы стал наиболее мягким. Также, когда мы мясо, отбиваем молотком. Для какой цели? Чтобы мясо смягчить. Мясо мы отбили. Сейчас формуем фрикадельки. Я беру чайную ложку, столько примерно. Руку смачиваю немножко водой. И вот такие маленькие фрикадельки я делаю. Вместо фрикадельки можно сделать с курицей суп, взять куриное мясо, филе или бедровую часть, отварить. И там дальше процесс уже, который будем готовить. Вообще можно готовить и с тушенкой. Вообще самый быстрый вариант. Но я думаю, что вот с фрикаделиками интереснее получается. У нас будет бульон ненасыщенный, более легкий. У нас было 500 грамм фарша. Вот такое количество фрикаделек у нас получилось. Конечно, мы можем половину положить, вторую половину оставить в заморозку. Я бы хотела, чтобы прямо у нас супчик был такой насыщенный и там было побольше мяска. У меня кастрюли трехлитровые, наливаю я воду. Не целую кастрюлю. Помним, что у нас там еще и фрикадельки, и картошка. Налили. Ставим на плиту. Доводим до кипения. Пока закипает вода, я готовлю овощи для зажарки. Я беру примерно 70-80 грамм лука. Режу мелким кубиком. Беру средненькую морковку. Здесь грамм, наверное, 60. Натираю на терке. Случается вот такая вот соломка. Ставим сковороду на огонь. Нагреваем сковородку. Вливаем немножко масла, 50 грамм ориентировочно. Нагреваем масло. Опускаем наши овощи на нашу разогретую сковороду. Припускаем до золотистого цвета. Помешиваем. Пока у нас овощи обжариваются, подготовим остальные ингредиенты для нашего супа. Следующий ингредиент у меня картофель. Картофель у меня, правда, не маленький клубенек. Где-то грамм 150, наверное. Резать можно произвольно, любым кубиком. У меня получится подобие соломки. Вот таким образом. То есть мы режем произвольно, кому как нравится. Не забываем помешивать лучок с морковочкой. Наша вода закипела. Перемещаемся к кастрюле. Водичку мы подсолим. Две чайных ложки соли. Помним, что у нас фарш соленый. В кипящую воду опускаем наши фрикадельки. Опустили всю нашу партию фрикаделек. Аккуратненько помешали. Мешаем так, чтобы они не развалились. Помешали. Фрикаделики сейчас закипят. Мы сразу опускаем картофель, который подготовили. Фрикаделики наши закипели. Опускаем подготовленный картофель. И будем варить 15 минут. Приготовим крапиву. Мы должны ее отшипарить кипятком. Буквально так. Теперь обдаем холодной водой. Сцеживаем. Щавель нужно тщательно помыть. От песка, от пыли, ну и возможных мурашков. Промытые листики щавеля и крапивы нарезаем. Не очень крупно. Щавель у нас в пучок. Ну, 150 грамм, скорее всего, это был пучок. Грамм 100 крапивы. Больше, меньше, это уже дело вкуса. Подготовили. 15 минут прошло. Проварили мы наши фрикадельки с картошкой. Добавляем пассерованные овощи. Это морковь и лук. 2-3 минутки покипит. И потом приступим к следующему действию. Сейчас мы добавляем нашу крапиву и щавель и варим 5-7 минут. Цвет сразу меняется у щавеля. Он придаст кислинку нашему супу. Суп у нас варится уже 30 минут. В конце варки мы берем 2 куриных сырых яйца. Мы их предварительно помыли. Вилочкой взбиваем. Можно венчиком и вилочкой. И начинаем ливать тонкой струйкой, помешивая наш суп. Суп готов. Закрываем крышкой, настаиваем 5-7 минут, чтобы все наши ингредиенты подружились. Суп со щавелем, с крапивой, с фрикадельками получился очень красивый на вид. На вкус он будет изумительно вкусным. Готовьте, не пожалеете. Этот суп можно есть и сметаной. Добавляем сметану. Приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok